На втором этаже лор-отделения в столовой на лечебной 17 вспыхнул огонь. Персоналы больные уже эвакуированы. Осталось дождаться приезда спасателей. Пожар условный. Сегодня здесь прошли учения. На время прибытия у нас уложились в технический регламент, прибыли в течение 10 минут. Было организовано взаимодействие с администрацией, уточнили место пожара, количество эвакуированных. И дальше уже действия по тушению. Включились дыхательные аппараты, произвели проверку помещений, ликвидацию условного пожара. Больницы – социально значимый объект. И при возникновении реального возгорания сюда приедут 8 пожарных машин. В соответствии с требованиями, такие учения в каждом медучреждении проходят ежеквартально. Со стороны территориального центра медицинской катастрофы области отработан и применен в действии типовой план проведения тактики специальных учений по ликвидации последствий пожара на отделениях и распространен во все медучреждения области. Ну и как показала сегодняшняя тренировка, практически результаты достигнуты. Сегодня масштабное учение в учреждениях с массовым пребыванием людей проходит по всему городу. Звук сирен прозвучал и в других отделениях областной больницы и в корпусе на Советском проспекте. Прибыли пожары на расчеты и в дом малютки на улицу Комсомольскую. По легенде, проводимых занятий возгорание произошло на втором этаже в группе, находящейся во втором корпусе дома ребенка специализированного. Значит, соответственно, по вызову номер 2 выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона. По прибытию наблюдалось открытое горение со второго этажа. Был подтвержден номер вызова 2 условно, и значит, все силы и средства были брошены на спасение детей и поиск очага пожара. На условный вызов пожарные прибыли в течение трех с половиной минут. Отработали и спасение пострадавших. Ими стали сотрудники дома малютки. Одного вынесли на носилках, другой смог передвигаться самостоятельно в специальном спасательном капюшоне. Детей будить не стали, учения проводились в тихий час. Однако, если бы пожар случился в реальности, действия персонала были бы слаженными. Для большей эффективности закреплено у нас персонал из тех корпусов, где загорания нет. Один человек остается со своими детьми, остальные бегут и помогают эвакуировать конкретный корпус, где произошло загорание. Сегодня все учения прошли без нарекания. Подобные условные вызовы поступают на пульт спасателей раз в месяц. Возгоранию присваивается уровень сложности, и в соответствии с этим пожарно отрабатывают свои действия. Анна Богачева, Ангелина Евстафеева, Михаил Протасов, Волок ДРФ.